Офис Генерального прокурора Украины и представительство президента в Автономной Республике Крым, также Украинский институт национальной памяти подписали меморандум о создании интернет-портала, о ключевых событиях и преступлениях в Крыму и Ордло. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Согласно опубликованным данным, онлайн-ресурс должен будет содержать самые разнообразные данные, в частности, свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения, резолюции международных организаций, фото и видеоматериалы. С нами сейчас напрямую связь Петро Лощук, политолог международный, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шчевченко. Пана Петра, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Вы сейчас услышали информационное сообщение, которое я зачитала. Что думаете по поводу этого интернет-портала, который сегодня инициирует создать наше государство, что оно нам даст? Ну, снова таки, даст очевидную информацию, которую необходимо будет потом опрацовывать и использовать. Сама по себе информация, вона не есть оружием, но она может быть соответствующим инструментом. Для чего? Для чего нам это все нужно? Ни для кого не есть секрет, что Россия продолжает свою группу. И это мета, которая полягает в том, чтобы легитимизировать все свои анексии и другие незаконные действия, которые она вчинила. Для этого она методично працюет с европейской и святою думкой. Она использует российские политические силы, которых в Европе сейчас достаточно много. И все они просулают идею про необходимость скасывания санкций по отношению к Росии, и изменения этих санкций без каких-то действий только по самой Росии. Из-за того, что заперечить это можно лишь шляхом регулярного постійного нагадывания про то, что Россия, по-перше, порушила основные принципы международного права. Но кроме того, она не просто порушила международное право колись давно. Она продолжает порушивать это право сейчас. Прямо тут, прямо теперь, действующие репрессии в Криму, влаштовавши там соответствующий полицейский режим и тому подобное. Вы понимаете? Потому что Россия, она, знаете, так, створюет такое впечатление, что начебто, ну, это когда-то было, ну, было и было, а давайте сейчас перезавантажим, давайте жить по-новому, каким-то чином там, выткинемо эти все моменты. А что выткидать, если оно сейчас триваю? Вы понимаете? И я думаю, нам про это требует нагадывать. Это может быть одним из инструментов этого, ну, соответствующего нагадывания и сбора соответствующей информации. Давайте подробную информацию об этом интернет-портале узнаем у заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, которая с нами сейчас на прямой связи. Тамилы Аханум, селям, олейкум. Олейкум, селям, доброго вечера. Тамилы Аханум, расскажите нам подробнее, пожалуйста, что это за платформа, какой контент будет туда входить, какие цели она будет преследовать. Ну, я хочу сказать, что это работа, которая началась минимум пів року тому над подписанием меморандума, над вироблением позиции государственных органов, владельцев и общественных организаций. Очень важно сказать, что объединяли свои усилия правоохранные органы, так как Офис Генпрокурора, и отдел, который специально занимается, власне, вопросами расследования злочиней в умовах збройного конфликта, прокуратура Автономной Республики Крым, это Институт национальной памяти Украины, и общественных организаций, которые, власне, протягом майже семи лет занимаются документированием порушений прав человека на территории Півострова. Но еще важно сказать, что это не просто документирование и портал, в котором будут только документованы факты агрессии РФ. В первую очередь, мова, власне, про память, про эти события, которые происходили, то есть говорить о том, что происходило, узнать правду, потому что наши граждане, и граждане, которые в мире живут, журналисты, православные организации, должны иметь достоверную информацию. Поэтому данные факты, которые сейчас уже собираются, это очень много фактов порушений прав человека на территории Півострова, которые документировались как правосохранными организациями, так и правоохранными органами, будут систематизированы и в визуальной форме, в таком очень качественном контенте, будут представлены на этом портале.